Добрый день! Или любое другое время суток по вашему выбору давненько не было левосрача, а вот так, задобренного политотой. Ну, совместим сегодня эти две рубрики. На днях белорусский кружок наш красный краснобай опубликовал вот такую замечательную картиночку, да, такой мемчик, да. Выбирай мудрый, Нелла, давай обе таблетки, говорит Нелла. Ну, и на последней картинке мы видим съезд движения «Русский лад» учредительный и вот таких вот замечательных граждан, поющих песни со свастикой на рукаве. Я замечу, сразу говорю, это вот, это солярный символ, потому что это явно какие-то родноверы, да. Вот, решил я, что пора разобраться с тем, что такое объединение «Русский лад», потому что оно тут периодически всплывает, вот, в связи с КПРФ, которую почему-то считают левой и коммунистической, да. Вот, ну, давайте посмотрим, что же это такое. У них есть собственный сайт, замечательный, видите, как оформлен, там прям под хохлому расписан, все дела. Тут Пушкин, Шолохов, Ломоносов, вот, такие вот купола-купола, все дела. Много коммунистической символики всякой в новостях, там ссылки на КПРФ. Ну, это аффилированная структура в КПРФ, да, это их отделение практически. А вот, о движении. Значит, о движении тут приводится речь В.С. Никитина, которую мы почитаем. Но, если уж о движении только его речь, надо узнать сначала, кто это такой, значит, исторически справка отсутствует. Вот, вот, соответственно, устав. Ну, это устав, чисто техническая такая вещь, тут об идеологии ничего нет. А вот, посмотрим, кто такой Никитин Владимир Степанович. Вообще, посмотрим на лица Лада. Никитин Владимир Степанович, Самарин. А вот этого вот гражданина Рыженького, я думаю, все прекрасно знают тоже. Он у нас сейчас новая звезда и такой самый активный, агрессивный молодой коммунист, который борется, значит, за коммунизм в КПРФ. Вот, и постоянно мелькает по телевизору. Я помню, недавно был хайп в сетях. Вот его выгнали с программы на НТВ. Вот, значит, он настоящий коммунист, замечательный человек. Вопрос, а как настоящего коммуниста на НТВ вообще пустили? Зачем его туда позвали? Почему-то никто перед собой не ставит. Вот, может быть, его туда позвали для того, чтобы красиво выгнать и сделать ему небольшой пиарчик. Вот, но главное здесь, конечно, Никитин Владимир Степанович. Посмотрим на него в Википедии. В Википедии написано, что он депутат Госдумы 2-го, 3-го, 4-го, 5-го. То, что вы загибаете пальцы, да, вот, естественно, от коммунистов. Вот, досрочно сейчас вложил полномочия, судя по всему, из-за того, что перешел работать в этот самый лад. Значит, Академия общественных наук при ЦК КПСС, кандидат экономических наук. Ну, то есть, это не казак какой-нибудь такой, да, замшелый откуда-нибудь. Это серьезный человек. Вот, причем серьезный именно коммунист. Потому что высший, извините меня, он идеологически, идеологическое высшее образование получил. И кандидат еще экономических наук. Вот, значит, ну, постоянно от КПРФ избирался и избирался. Там, член комитета в Госдуме очень хорошо себя там чувствует. Вот. Ну, короче, в 12-м году вот он начал заниматься этим русским ладом. Вот. Собственно, входит в состав Центрального комитета КПРФ. Вот. То есть, член ЦК и так далее, приближенный к телу человек. Считается автором понятия неотроцкизм. Неотроцкизм это те, кто, значит, отрицают то, что коммунисты должны педалировать русский вопрос национальный, да, и топить за русский социализм. То есть, если вы считаете, что коммунисты должны топить не за русский социализм, а вообще за социализм, вы неотроцкисты. Вот. Ну, и так далее, и тому подобное. Ну, по поводу критики, это мы сами сейчас, мы сами с усами, нам не нужна чужая критика, чтобы это самое, чтобы разобраться, что тут как. Короче, о движении читаем. Это вот программное заявление, видимо, очень странно, в странном виде представлено это все. Вот. Отдавая должное успехам, я напомню, это коммунист, член ЦК КПРФ, там, депутат пяти созывов, по-моему, вот, это крутой чел. Вот. Отдавая должное успехам и, сожалея, о недостатках в интеграционных процессах, считают целесообразным внести свои предложения по реализации какой-то концепции. Вот. Про концепцию мы ничего не знаем. На сайте ничего не написано про концепцию, ребят. Я знаю одну концепцию, но она, я боюсь, что не очень коммунистическая. Это концепция общественной безопасности. Я надеюсь, что это не она. Но, я думаю, гражданин Никитин нам раскроет, да, по ходу пьесы, в чем состоит концепция. В ней есть существенная целевая установка, которая почему-то выпала из поля зрения основных докладчиков и представителей министерств, ведомств и международных организаций. Видимо, он на каком-то мероприятии выступает. Но, вот, понимаете, здесь ничего нет про то, где он выступает. То есть, это вот так вот оформлен у людей сайт. Замечательно, по-моему. А вот. А в концепции четко определено, что глобальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает цивилизационные измерения. Что предполагает конкуренцию между различными ценностными ориентирами и моделями развития. То есть, у нас разные цивилизации впервые в истории между собой воюют. Ну, с этим можно было бы поспорить, но я не буду. Времени жалко. На мой взгляд, затянувшееся торможение интеграционных процессов на постсоветском пространстве вызвано, в первую очередь, тем, что во внешней и внутренней политике всеми ветвями власти России не учитывается должным образом именно цивилизационные измерения. Вот. Но цивилизационная концепция, она, как вы знаете, антимарксистская, да, анти... Ну, в общем, это не по эстмату. У России до сих пор нет своего внятного цивилизационного проекта с самобытной моделью развития и ценностными ориентирами. Вот тут вот резко запахло русским миром. Нашим любимым, да, любимым товарищами Стариковым, я думаю, Путиным уже кем угодно, вот, но не имеющим никакого отношения к коммунистам. А вот, в отличие от нас, в новейшей истории уже четко заявлены такие цивилизационные проекты, как американский, европейский, китайский, японский, то есть Япония, Китай, это отдельные цивилизации, да, исламский и другие. А Россия уже 20 лет пытается копировать западноевропейский цивилизационный проект. Но копия, даже слишком хорошая, всегда на рынке ценится ниже оригинала. То есть он что, Россию собрался продавать на рынке с ее цивилизационным проектом? Интересный коммунист. Поэтому наши традиционные соседи в условиях процессов глобализации стремятся в большей степени укреплять свои отношения с оригиналом, ну, в смысле, с США, а не с копией. Может быть, не потому что мы копируем американцев, но потому что у нас денег меньше, чем у американцев, нет? Нет? Вот. Создание межгосударственного объединения ГУАМ, это Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, на практике подтверждает, что в новейшей истории цивилизационные измерения являются приоритетным по сравнению с идеологическим и религиозным. То есть, понимаете, да, у нас есть разделение стран по цивилизациям, идеологии и религии, говорит нам человек, закончивший, что он там закончил? Академию общественных наук при ЦК КПСС, кандидат экономических наук. То есть, почему-то экономика у него вот из этих моментов выпала, хотя экономика для любого марксиста это вообще база, это то, с чего все всегда начинается. А вот это вот все идеология, религия, вот это вот вся ерунда и то, что он называет, видимо, цивилизацией, это все надстройки. В ГУАМе на основе вектора западной цивилизации объединились христианские Грузии, Украина, мусульманские Азербайджаны, коммунистическая Молдова. Вот. Многие соседи России на постсоветском пространстве прямо заявляют, что Россия сама не хочет быть самобытной державой, при этом они ссылаются на высказывания одного из руководителей страны. Отлично, еще и редактора нет на сайте. Замечательное объединение «Русский лад». Правда? Вот КПРФ, они получают из бюджета на содержание своей партии очень нехилые бабки. И с последних выборов, кстати, стали получать больше молитвами в основном Платошкина и Удальцова, да? Вот. Интересно, куда это бабло все идет, если они не могут вот на сайт своего сателлита нанять редактора, просто, который знает русского языка. Вот. И проверяет просто очепятки. При этом они ссылаются на высказывания одного из руководителей страны, что СНГ создалось в первую очередь не для интеграции, а для цивилизационного развода. Исходя из такой концепции отношений, многие страны СНГ до сих пор не поддержали позицию России по признанию независимости Республик Абхазии и Южной Осетии. Ну, кстати, абсолютно точно. Я не помню, кто это сказал. Наверное, вы лучше меня знаете. Вот. Но СНГ действительно создавался для цивилизационного развода. Вот. А ни для какой, ни для интеграции. Отсутствие у России самобытного цивилизационного проекта, основанного на культурно-цивилизационных... Вот. Понимаете, вот такие вот термины надо расшифровывать. Что такое цивилизационный проект? Вот в его, как бы, прочтении, в его трактовке, вот что это слово значит? Я не понимаю. Я не понимаю, что это слово значит. Этому понятию можно придать десяток разных смыслов, вот. А культура — это надстройка, вот. То есть самобытный цивилизационный проект у нас на надстройке, что ли, основывается, да? Основанного на культурно-цивилизационных традициях страны и менталитете российского народа. Еще одно идеалистическое понятие. А вот. Ну, кстати, я не отрицаю совсем уж понятие менталитет, да? То есть, но это менталитет не конкретно российского народа. Ну, дело в том, что, вот, например, берем Россию. Ну, например, Российскую империю. Там 90% населения крестьяне. Крестьяне живут совершенно в определенных условиях, да? Это отрыв от информации от какой-то, да? То есть отрыв от городской цивилизации. Это бедность, это традиционное хозяйство, да? Практически натуральное, там, еще какое-то, да? Ну, вот такие вот специфические моменты, да? Это работа, там, с 4 утра до 6 вечера, там. Ну, вот такие вот. И, естественно, если они долго живут в таких условиях, у них складывается определенный набор привычек, да? Который передается из поколения в поколение. Вот это можно назвать менталитетом, да? Вот. Но это менталитет не российского народа, а крестьянского населения, понимаете? То есть, а когда какому-то народу, вот, в зависимости от границ страны на карте... Ну, что такое россиянин, да? Это человек, который в России живет. Не русский, я замечу, а россиянин. Человек, который живет в России, имеет российское гражданство. То есть, когда ему по паспорту присваивается некий менталитет, ну, это мистика. А вот, короче, все это вот, отсутствие этого проекта тормозит создание союзного государства с Белоруссией. А мне кажется, что создание союзного государства с Белоруссией тормозит то, что мы постоянно пытаемся подмять под себя белорусские всякие экономические мощности. Вот. Руководство Белоруссии, следующая традиционно русско-российская цивилизационная модель развития. Да, это у нас в Белоруссии, значит, русско-российская цивилизационная модель развития. Интересно, почему? Вот хотелось бы этот тезис развею, чтобы развил автор, но он не разовьет. Не желает ее менять на российскую копию модели западного образца. Такова воля белорусского народа. Нужно отметить его мудрость и хорошее знание истории нашего общего государства. Белорусский народ хороший, мы, собственно, с этим не спорим. Вот. Известный историк Вернадский в своей книге «Начертание русской истории» указал, что Россия успешно развивалась только тогда, когда у власти и народа было единое миросозерцание. Ну, известный историк Вернадский, он достаточно такой сомнительный персонаж. Вот. Там надо очень аккуратно относиться, потому что вот такие высказывания, это не высказывание историка, начнем с этого. Это высказывание философа. А философия тут может быть у всех разная, да? Вот. У нынешней российской власти и народа такого единства в миросозерцании нет. Вот это точно. Власть ориентирована на западную модель развития и ее ценности. Народ желает жить по заветам предков. Каких, интересно? Каких конкретно предков? Предки у нас есть разные. У нас есть предок, например, товарищ Ленин, а есть товарищ Александр Невский. Да? Сейчас мы посмотрим, кого под предками имеет в виду этот гражданин из КПРФ. Граждане России четко подтвердили свою самобытную цивилизационную ориентацию во время голосования в телепроекте имя России. Интересные статистические инструменты. Участники проекта, а их было 45 миллионов человек, не случайно поставили на первое место святого князя Александра Невского. Нет, они не случайно его поставили на первое место, потому что сначала они поставили на первое место Иосифа Южноши Сталина, но его исключили из голосования. Это известная его история. Так что Александра Невского на первое место поставили организаторы этого голосования, по большому счету. Ведь именно он в условиях удивительно схожих с современными спас святую Русь от гибели. Интересно, а чем условия, я не знаю, видимо, там 1242 или 1240 года, они удивительно схожи с современными. Я напомню, Александр Невский был приглашенным князем в Новогородской республике, которая разбиралась как бы с псами-рыцарями и не только с ними, которая сама имела свои претензии на всякие территории и так далее. То есть это была такая достаточно междоусобная разборка, а, кстати, не дранг на Хостен, как нам это иногда рисуют. Ведь именно он в условиях спас святую Русь от гибели. Кстати, Новгород, он как бы сам себя Русью-то не считал, тем более святой. Если под святой Русью имеется в виду Русь Киевская, то вот к ней Новгород никакого отношения не имел. Это по поводу истории. То есть человек фигачит штампами, подчеркнутыми, видимо, из мультиков в Ельцин-центре, или, я не знаю, где там, в каких-то детских, может быть, книжках про Александра Невского, может быть, кино про Александра Невского. В то время, как и сейчас, богатство России стремились захватить недружелюбные соседи. С севера и с юга, с запада и с востока. С востока какие соседи пытались нас? Ну, с юга, я не знаю. Если с юга нас пытались захватить там всякие татары, да, то кто с востока нас пытался захватить, сибирские племена? А если татары пытались нас с востока захватить, то кто тогда на нас с юга пер, непонятно. Это, во-первых. Во-вторых, не очень понятно, откуда, значит, господин Никитин взял во времена Александра Невского Россию. Где он ее там нашел? То есть, я не знаю, это какой-то такой, ну, это речь пропагандиста, да, абсолютно не основанная ни на каких исторических, как бы, реалиях. Почему Святая Русь устояла? Князь Александр Невский учел цивилизационные измерения. О-о-о-о, да. Я-то думал, потому что у него разведка была хорошая, например, и он, например, смог напасть на, соответственно, шведский десант в Устье Невы, неожиданно, и разнести ее нахрен. Вот. Или потому что у него была, ну, он был, собственно, хорошим полководцем и разнес потом рыцарей на льду Чудского озера. Нет? Потому что он учел цивилизационные измерения? А, или это то, что он с монголами потом договорился? Он, благодаря трудам древнерусских философов Иллариона Киевского, Феодосия Печорского, Серапиона Владимировского, узнал причины гибели византийской цивилизации. Он извлек урок из этой трагедии, чтобы предотвратить гибель Руси. Секунду. Вот тут я че-то это самое... Гибель византийской цивилизации? Ребята, я вам сейчас сообщу одну вещь. Византийская цивилизация, она... Если говорить вот о ее гибели, да, то она погибла в 1453 году. Я специально уточнил, думал, вдруг я ошибаюсь. Вот, то есть кризис 13 века. Да, были кризисы византийской цивилизации, но она еще никуда не погибла. Она, собственно, еще вполне себе существовала. И я, кстати, замечу, что потом Иван III как-то очень пытался примазаться к этой византийской цивилизации исторической, да, исторически. Вот, он извлек урок из этой трагедии. Ну, все-таки, видимо, имеется в виду захват Константинополя крестоносцами, да. То есть... Вот, то есть четвертый крестовый поход, вот это начало, соответственно, 13 века, а, значит, Александр Невский, это у нас середина, ну, грубо говоря, 13 века. Видимо, у него там так хорошо была налажена вот эта вот, как бы, тоже разведка, что он там все знал в подробностях. А вот, главный урок из трагедии Бизантии... Так, Бизантийскую империю погубили затеянные ее правителями радикальные реформы, однако... О, как! Невшие расковы общества, развенчавшие социальные институты и его скреплявшие, а также попытка пойти на сделку с Западом, ущерб своей идеологии, вере. Ну, то есть, когда, значит, там, какой-нибудь Алексей Камнен пишет, да, папе Римскому, что, ребята, помогите, нас тут прессуют с Востока, всякие там сельджуки и так далее и тому подобное, это сделка с Западом. Вот, то есть, по мнению, как бы, господина из КПРФ, бизантийским императорам надо было задружиться с турками, да? Интересно, вот. Короче, главный урок из трагедии Бизантии, усвоенный Александром Невским, слушайте, я дам вам ссылку на этот текст, если я тут что-то пропущу, вдруг вы почитайте, что смуты рождаются в головах людей, и за их разум и миропонимание нужно неустанно и постоянно бороться. Смуты рождаются в головах людей, и надо бороться за их разум и миропонимание. Очень интересно слышать такое от члена КПРФ. Интересно, а из чего взялась Великая Октябрьская Социалистическая Революция? Или какой-нибудь там, ну, возьмем что-нибудь поменьше, соляной бунт, медный бунт, еще какие-нибудь бунты. Вот, революция 905 года, там, коровавы в воскресенье, это все вот чисто из голов людей, из миропонимания, да, а не из-за того, что жить как-то было не очень хорошо, да. Вот так вот у нас коммунисты рассказывают друг другу в движении ЛАД. Чтобы устоять перед захватчиками и победить, нужно обязательно сохранить свойственно народу миропонимание, силу духа и веру в счастливое будущее. Веру в счастливое будущее. Какая прелесть. Что там мне повеяло вот из этой речи уже философом Ильиным и чувством ранга? Вот свойственное народу миропонимания, вот это вот все. Вот на этой основе князь Александр Невский создал свой самобытный цивилизационный проект, соответствующий особому пониманию русского народа. Этот проект носил условное название «Русский ЛАД». Цивилизационный проект... Я перестаю комментировать, извините. Я просто, вы знаете, вот как у Моны Даль, я иногда пропускаю какие-то моменты, которые у меня не устаканиваются в голове. Цивилизационный проект Александра Невского «Русский ЛАД» это русский порядок, определяющий главные принципы сосуществования людей в обществе и природе на основе знания сути жизни в целостном мире. Русский ЛАД основывался на семи главных принципах. Во-первых, умение уладить с людьми любой национальности, не принижая своего достоинства, храня верность русскому миропониманию и обычаям. Во-вторых, не переступать чужих границ, жить в ладу... Что? Это Александр Невский-то не переступал чужих границ? Слушайте, ну хоть чуть-чуть историю можно поучить. Александр Невский постоянно лез к этим самым, к нашим западным партнерам. И не один, а с войском. А при необходимости принуждать их к миру. А, вот, видимо, это он принуждал к миру. В-третьих, сберегать Святую Русь. Народ, территорию и богатство души. Свято хранить связь времен и поколений. Это все Александр Невский, ребят. В-четвертых, крепить духовную мощь державы. Не в силе бог, а в правде. В праведной вере в особую духовную мощь русского народа. Это Александр Невский или КПРФ нам вещает? Тут мне интересно все. В-пятых, не преклоняться перед Западом. Перед Востоком, кстати, можно, видимо. Не принимать его веры, его учения об искусстве наживать деньги. Его учения об искусстве наживать деньги. Его бездумного, безмерного стремления к потреблению. Ну, то есть, а вот, например, если нам предложат какой-нибудь радикальный ислам, то это нормально, да? Александр Невский ничего не говорил на эту тему. В-русский лад допускает такое, да? Судя по всему. В-шестых, жить по правде. В единстве слова и дела. В ладу с совестью в разумном достатке. В разумном достатке. Много не надо. В-шестых, надо давать решительный отпор захватчикам. Беспощадно карать предателей отечества. Кто с мячом... Извините, пожалуйста. Я не... Кто с мячом через я, с мячом, с футбольным, к нам придет тот от мяча через я, от железного, и погибнет. Это пять. Это просто пять баллов. Браво, браво. Я думаю, что это все-таки редактор. Которого не могут нанять вот эти вот люди из КПРФ. Вот. То есть, кто с мячом к нам придет, тот от мяча и погибнет. Какая прелесть. На том стояла и стоять будет русская земля. Я еще раз напоминаю. Мы не Монудаль читаем. Мы читаем концепцию, изложенную головой движения «Русский лад». Движение, входящее в КПРФ. Вот. Такая стратегия формирования у народа необоримого стремления к идеалу, к правде, обеспечила творческий подъем. Творческий подъем – это когда? После Александра Невского у нас был творческий подъем, да? А в чем он заключался? Готовность к подвигам и самопожертвованию ради достижения обоснованных целей по принципу. Мы же рождены великими. Так не утратим же, братья, величия нашего. Вот почему Святая Русь выставила в жестокой борьбе с более сильными военными отношениями с захватчиками. Но это тоже сомнительный очень тезис насчет более сильных военных отношений с захватчиками. Например, военные технологии при Невском у нас были лучше. Да и с людьми никогда не было проблем с количеством, я имею в виду. Поэтому я не знаю. Русь спасла силы духа и народа. Опять же, это не Моно Даль и даже не философ Ильин. Это КПРФ. К сожалению, нынешняя правящая элита России, в том числе многие из депутатского корпуса, нарушили основные принципы цивилизационного проекта Александра Невского и пошли по византийскому пути. А правящая элита это кто? Хотелось бы уточнить. Во-первых, преклонились перед Западом. Я напомню. Владимир Владимирович Путин нам признался, что в свое время хотел в НАТО вступить. Но я так понимаю, что тут имеется в виду, наверное, не он, да? Учения западные приняли. Теперь деньги правят Россией. А, это он. Это он. Потому что Владимир Владимирович у нас проводит капитализм. То есть, западное, как бы, вот такое западное учение. Традиционную для Руси власть лучших заменили на власть богатых. Традиционная на Руси власть лучших. Лучшие это у нас, видимо, кто? Там Николай II, да? Ну, вот такие вот люди, да? Это они лучшие. Столыпины всякие. Или это Брежнев, там Ленин, Сталин. Вот хотелось бы уточнение. Во-вторых, резко ослабили роль государства российского в сохранении народа и территории. Государственная дума только в одном федеральном законе номер 122, кроме монетизации Львот, изменила 199 федеральных законов. В них убрали статьи, наделяющие государственные структуры рычагами управления социально-экономической жизнью общества. Но я могу успокоить вот этого гражданина Никитина. Сейчас у нас вводят новые законы, по которым эти рычаги возвращаются к государству. Но тут же вопрос в том, кому государство принадлежит. А этого депутата Никитина не волнует абсолютно, явно. Таким образом, создана основа для передачи управления России транснациональным корпорациям. В результате мы уже стали свидетелями, как корпорация «Газпром» фактически определяет внешнюю политику Российской Федерации с Белоруссией, с Украиной, со странами Евросоюза. При этом учитываются только экономические интересы акционеров компании «Газпром». И полностью игнорируются геополитические интересы российского народа. Видите, до чего мы доигнорировались. Геополитические интересы российского народа – это вот тоже интересный момент. Это какие? В-третьих, подорвали духовную мощь державы. Три храма в день – это подрыв. Разорвали связь времен и поколений. Возвеличили предателей Отечества. Очернили советскую эпоху. И все ее достижения занялись гробокопательством. Так, про гробокопательство и Красную площадь все смотрим вон удаль. Я, соответственно, тут развивать это не буду. Сносом советских святынь и переписыванием истории. Я не понял. У нас советская и Александр Невский – это одно и то же, да? В-четвертых, целенаправленно искореняют русский дух. Истинно русская культура вынесена на задворки. Стимулируется вымирание русского народа. В-пятых, а другие народы не вымирают. Там всякая Мар-2, татары и так далее, и тому подобное. А в-пятых, многие представители власти не хотят жить по правде. То есть, по фильму «Брат-2», что ли? По фильму «Брат-2», да? Судя по всему. По Даниле Багроу. В единстве слова и дела. Телевидение формирует в России виртуальный мир, оторванный от реальной жизни. В виртуальном мире главная видимость, а не действительность. Главный принцип – не быть, оказаться. Все поставлено с ног на голову. Честный беден, вор бога. Созидатель забвения, разрушитель почете. Истинный талант прозябает, посредственность процветает. Совестливые на задворках, бессовестные хозяева жизни. Предатели в героях, а герои в унижении. Господство – это лживая виртуальная экономика. Значит, извините, посмотрим. Этот вот Тихон, этот Никитин, он… Я правильно понимаю, что он живет в бедности весь и в нищете? Ну, потому что он, честно же, что-то вот, я не знаю, как-то… Судя по лицу, которая не влезает на фотографию, а семья увлечения увлекается сбором грибов, бегом, плаванием. То есть, судя по всему, все деньги, которые у него есть, он получает от КПРФ. Потому что тут нигде не написано, чтобы он чем-то еще занимался, да? То есть, нигде не написано о его каких-то занятиях, там, бизнесом, еще чем-то. То есть, он все деньги от партии получает. Любопытно. Продолжим. Вот. Большую прибыль получает не тот, кто хорошо работает и производит высококачественную продукцию, а тот, кто с помощью лживой рекламы создал иллюзию хорошей работы и путем обмана продал свой халтурный товар. Ну, это нам капитализм для школьников, грубо говоря, такой отрывочек. Подобная модель развития России, направленная на украшение энергии государства, образующего народа, на уничтожение его миропонимания исторических завоеваний, духовных и физических сил, неизбежно приведет к повторению трагедии Византии и Советского Союза. То есть, к распаду России. Я не понял, а что у нас Советский Союз по тем же причинам, что и Византия распался, что ли? Интересно, вот как он объединяет такие вещи. Это чувствуют соседи России на постсоветском пространстве. Они опасаются нового повторения трагедии. Так. Для того, чтобы избежать распада России, необходимо прежде всего восстановить духовное единство власти и народа на основе миропонимания русской цивилизации. А когда у нас такое духовное единство было? Я не знаю, по-моему, вот после Николая Второго так и не было. Потому что при советской власти не было никакого духовного единства власти и народа на основе миропонимания русской цивилизации. Было духовное и все остальное единство власти и народа на основе общественной собственности на средства производства. Это позволит укрепить духовное единство России, как ядра русского мира, вот прозвучал термин русский мир, замечательно, с российскими диаспорами в других странах, насчитывающими 30 миллионов человек. Только при этом условие России сможет выступить как полноправный субъект глобальной конкуренции за достойное место в новой формирующейся многополярной модели мира. Вот сейчас в российском обществе, по-моему, конкуренция подразумевает собой как бы подавление противника. То есть конкуренция это не когда ты просто вот огородился, огородил себя границами и как бы развиваешь свою модель. Нет, это когда ты лезешь на другие модели. Сейчас в российском обществе среди российских соотечественников за рубежом ускоренно созревает понимание, что спасет Россию не национальная, а цивилизационная идея. Что такое цивилизационная идея, он так и не раскрывает здесь. Ведь Россия многонациональная страна. А, ну это то есть русский мир, да, то есть у нас русский мир это для всех. Для великороссов, малороссов, белорусов, татар, чуашей, калмыков. Ну это знаете, как один австрийский художник записывал аварийцы, арабов, казаков, всех, кто ему в этот момент был нужен. Это нужны очень гибкие идеи в этом смысле. Нет, я не сравниваю Россию с нацистской Германией. Я сравниваю вот таких вот мыслителей, вроде Никитина Владимира, как его по-батюшке Степановича. Владимира Степановича Никитина с австрийскими художниками. Это если чё. А вот, но все дни, но все они для остального мира видятся и представляются как русские. Да, вот вы сейчас украинцу скажите, что он русский. Или попробуйте где-нибудь в Америке сказать, что украинцы русские, это одно и то же. В эфир, на телевизоре. Я боюсь, что у вас будут проблемы. Потому что всех их объединяет русская цивилизация и русский дух воспитый Пушкиным. По-моему, это какие-то фантазии времён, может быть, 90-х годов. Сейчас уже далеко не везде Пушкин и русский дух. Да, это одно и то же. Я больше скажу, сейчас у нас в России-то не все Пушкина читали, особенно из молодёжи. Вот. Это духовное единство побеждает все национальные различия и пространственные границы. Ну, то есть, Пушкин и Александр Невский. Вот это вот наши две скрепы. Русскому миру для сплочения и превращения во влиятельный центр мирового сообщества нужен был самобытный цивилизационный проект «Русский лад». Этот проект должен соответствовать не западному индивидуалистическому, а коллективному, коллективистскому типу общества, исторически сложившемуся в России, а также меропониманию русской цивилизации. Как-то повеяло, по-моему, корпоративизм немножко и солидаризмом. В его основе должны лежать семь принципов Александра Невского. Нужно отказаться от западного принципа «разделяй властвуй» Ага, то есть... Ну да, Цезарь – это у нас западная цивилизация. И восстановить русский принцип в единстве силы. Необходимо единство властей, единство миросозерцания власти и народа, «Единый народно-хозяйственный комплекс и единый для всех нравственный закон – совесть». Вот основа, что такое единый народно-хозяйственный комплекс, когда не предлагается отменять капитализм и частную собственность на средства производства, я не знаю. Вот основа для активизации интеграционных процессов на постсоветском пространстве и укрепления могущества России и СНГ. Вот такая вот замечательная речь, достойная, по-моему, Александра Гелича Дугина. Вот. Это концепция этого движения «Русский лад». Вот. Если вы думаете, что движение «Русский лад» – это какие-то пари, какие-то фрики. Вот. Нет. Вот у нас съезд общественного движения «Русский лад». Это декабрь прошлого 21-го года. Вот. Открывает его председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. Он же был единогласно избран председателем высшего совета движения «Русский лад». Это, собственно, то самое мероприятие, откуда вот эта вот замечательная картинка. Вот этот портрет Пушкина, да. То есть, вот, соответственно, кто хочет, может, соответственно, послушайте выступление Геннадия Андреевича, так сказать, на Ютьюбе. Вот. А я тут попробую немножко поцитировать, да. Я не буду это все зачитывать. Много говорит Геннадий Андреевич. Геннадий Андреевич Зюганов назвал четыре столпа, на которых стоит наша цивилизация. Опять пошла цивилизация, да. Сильное государство, высокая духовность, чувство коллективизма, соборность, товарищество, дружба, народов. Ну, то есть, социализм курит в углу, да. То есть, это что-то достойное Уварова, да. То есть, вот это вот, как его, господи, царь самодержавий на... Ну, вы поняли, да, о чем я говорю, из головы вылетело. Это вот Святая Троица, это наша... Да бог с ним. Вот. Ну, в общем, это вот и стой оперы. Наша цивилизация всегда боролась за справедливую и достойную жизнь в этом мире. Когда Киевская Русь блистала золотом своих куполов, тогда еще Париж был небольшой деревенькой. Берлина не было на карте, а Америку еще не открыли. Ну, я не знаю, а как Киевская Русь боролась за справедливую и достойную жизнь в этом мире? Я не знаю, как она это делала. По-моему, Киевская Русь, она просуществовала, ну, достаточно недолго там. А вот, и, соответственно, потом кончилась с феодальной раздробленностью, когда там все друг друга перерезали. Вот. Ну, кстати, вот, может, Парижа еще и не было, а вот, например, город Рим был. Вот. И уже давно. Так можно сказать, что, например, итальянская цивилизация должна нас как бы задвинуть нахрен. Вот. Или турецкая, потому что город Константинополь, он был до вот того, как Киевская Русь заблистала золотом своих куполов. Интересные какие-то аргументы такие. По мнению Геннадия Андреевича, мы создали одно из самых успешных, самых храбрых и самых мужественных государств в мире. Храброе государство. Вы когда-нибудь слышали что-нибудь? Такой эпитет по отношению к государству. А, православие, самодержавие, народность. Ребят, извините, вот бывает, вылетает из головы, да? Вот это вот оно и есть. Это православие, самодержавие, сильное государство, высокая духовность. Это православие, коллективизм, товарищество, это народность. Вот оно все, пожалуйста, Уваровская триада. А, вот. Храброе государство. Я такое слышал, по-моему, про сербы времен Первой мировой, когда она там боролась с превосходящими силами, отбивалась со всех сторон, но как бы не отбилась. А, вот. Трижды прикрыли мировую цивилизацию от набегов и несчастья. Так. Стоп. Это... Трижды это когда? Это, значит, Наполеон, Гитлер и Чингисхан, судя по всему, да? Ну, про Чингисхана это, мягко говоря, преувлечение, основанное на словах Пушкина, что Русь там грудью закрыла Европу, а Татар и Монгол. А, вот, скажем, Наполеон сам был представителем мировой цивилизации, да и Гитлер, собственно, тоже. Вот. То есть, как бы, я не знаю, что тут. Вот, а Геннадий Андреевич, как и вот этот вот Владимир Никитин, они выражаются такими очень расплывчатыми и идеалистическими понятиями, смысл которых, в принципе, не ясен. Ну, то есть, занимаются софистикой, да? Блобольством по-русски. А вот. Только за победу в мае 45-го года в нашей стране и нашему народу поставят памятник на любом суде истории. Не случайно Сталин первый победный тост поднял за великий русский народ. Народ, который сумел обеспечить эту победу и сплотить вокруг себя в мужественной борьбе все народы нашей страны для того, чтобы мир, наши державы, жили достойной жизни и не были окутаны коричневой паутиной. Я вам рекомендую почитать в оригинале текст Сталина. Он там говорит немножко другое. Вот. Он там, русский народ, в первую очередь, позиционирует как часть советского народа. Вот. А термин советский народ, как мы видим, из речи главного коммуниста страны почему-то регулярно выпадает. Вот. Здесь его нет. Здесь получается, что вот русский народ поднялся на борьбу с Гитлером. Нет. На борьбу с Гитлером по Сталину поднялся советский народ. А русский народ действительно там сыграл ключевую роль. Ну, потому что русских было просто больше, да, и они наиболее экономически развитые были народы на тот момент, да. Ну, потому что Российской империи, как бы, русский народ был государствообразующим, а все остальные были говном. Вот. И развивались гораздо медленнее, чем русский народ. Поэтому русский народ, у него просто был, как бы, более высокий старт, чем у остальных. И к войне с Гитлером он пришел, так сказать, коренным, значит, этим самым жеребцом в телеге, вот этой вот советской. А вот. Расколы были одним из главных несчастья на нашей земле. Раскол привел к большой смуте. Сословно-имущественный раскол привел к сложной, тяжелой гражданской войне. Так, стоп. Какой гражданской войне? Во время большой смуты, кстати, тоже же была гражданская война, так на секундочку, да. А вот. Сословно-имущественный раскол привел к сложной и тяжелой гражданской войне. Но тут, судя по всему, имеется в виду гражданская война, там, начало 20 века. То есть, у Геннадия Андреевича из речи выпали слова про классовую борьбу, да. Вот, то есть, вот это вот все у нас сословно-имущественный раскол. То есть, у нас исчезли классы, и вместо них появились сословия, так что ли? И сословия между собой переругались, и, значит, случилась гражданская война. Какая прелесть. Сегодня этот раскол умножился. Мы еще никогда в своей истории не были в таком сложном положении. Это многомерный раскол, связанный с нашим славянским братством. Ну, опять, не с имущественным какими-то вещами, а со славянским братством. Наши народы разделили. В условиях финансово-экономического кризиса все больше всего пострадали русские. То есть, это что, хватит кормить Кавкастом или что-то еще? Потому что здесь не россияне, здесь русские именно. Вот. То есть, мы читаем сейчас речь националиста. Это ни в коем разе никакой не коммунист. Вот. Причем, это цитата из Геннадия Андреевича Зюганова. За нашими национальными границами осталось 25 миллионов русских людей. Теперь они... Ну, это любимый, кстати, тезис еще Владимира Владимировича Путина. Который Геннадий Андреевич повторяет. Ну, живут на чужбине. Там это не только противоестественное, но губительное для наших народов. По мнению Зюганова, произошел духовный раскол. Сегодня нас разделили на старых и новых русских. Правда, говорят, что уже появились новейшие русские. Это бывшие новые русские, но без денег. Их уже обобрали, отметил лидер российских коммунистов. Ага, как смешно. Вот. К несчастью и к сожалению, мы сегодня наблюдаем одичание. Оно выливается в бесконечные разборки. Раскол надо преодолеть. Значит, дальше идут паракризисы капитализма. Вот Геннадий Андреевич, он всегда очень любит разбавлять свои выступления такой псевдоисторической водой. Да, то есть, где он там начинает сыпать цифрами и так далее и тому подобное. Кстати, в той же группе будни упоротых есть его последний доклад на съезде КПРФ. Какой-то отчетный. Вот там вот этой херни столько. Захотите почитать. Я вот это просто не буду озвучивать, чтобы не тратить время. Вот. Перейдем к делу. Вот. Я уверен, что зародившееся снизу широкое движение русский лад объединит всех людей, родственных по духу, культуре, традициям и главным ценностям. Вот. То есть, вот русский лад, вот это вот вся херня. Дальше тут вот уступление Никитина пошло, там траля-ля, все дела. Вот. Что там Никитин, да? Вот. Им врагам нужен хаос, чтобы для борьбы с мнимым русским фашизмом вести миротворцев НАТО. Вот. Вот почему прозападная российская власть из-под воль поддерживает и всячески рекламирует русские националистические группировки, натравливает их против КПРФ. То есть, Путин натравливает, что ли? Российская власть прозападная. А кто еще-то? Вот. Лад – это русская модель мира, там траля-ля. Мир – державность. Вот. Народовласть, разум, труд, достаток. Ой, блин. Ну вот. В общем, вот так вот, да. То есть, вот такие у нас коммунисты, которые живут в полном, так сказать, в полном слиянии, как бы, духовном с КПРФ. Я вот тут замечу еще Владимир Бортко, тоже известный коммунист, сидит, да. Вот. То есть, это мейнстрим КПРФ, Геннадий Андреевич одобряет, судя по всему, финансирует эту организацию, потому что она замечательно развивается, да. Вот сплошные коммунисты, значит, в управлении этого самого Влада, включая очень популярных медийных фигур. Вот. Так что, вот так вот, за Бога, Царя и Отечество. Вот. Ну, Ротфронт говорить неуместно, по-моему, в данном случае, да. Вот, так что, вот, сим-победиши, как было написано на знаменах в свое время Константина, да. А вот, вот такой у нас сегодня свежий левак и одновременно политота. Вот. Все-таки надеюсь, что большинству тех, кто это смотрел, больше подойдет Ротфронт. Вот, Ротфронт, ребята, короче, ну как там, жмите на колокольчик, репост, там, я не знаю, пишите в комментарии что-нибудь, там, делитесь с друзьями в соцсетях и так далее. Всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok